ФКР ПРО Уличановск! Представляю вам соперника и первым бойца в синем углу. Ему 44 года, его рост 188 сантиметров, а вес 109,55 килограмма. Профессиональный рекорд 56 побед, 24 поражения при одной нищей. Дамы и господа, чемпион мира, чемпион Европы и Азии по кейкбоксингу, победитель отборочных турниров Гран-при, из Москвы, Россия, ветеран боевых федероборств, Константин Голухов! А вот и его соперник в красном углу ринга. Бойцу 33 года, его рост 184 сантиметра, а вес 106 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 27 побед при двух поражениях. Дамы и господа, он чемпион мира WK, WAKO PRO, WKN, WBKF, обладатель Кубка России по тайскому боксу, мастер спорта международного класса, проводящий свой первый профессиональный бой в родных стенах из Ульяновска, Россия! Приветствуйте, Владимир, Волшанин и Нечеев! Бойцы, руки пожали, правила не нарушаем, внимательно слушаем, выполняем все мои команды. Я вам желаю удачи! Угон! Недавно в интервью Владимир Минеев сказал, что даже не знает, что должно приключиться, чтобы он вернулся обратно в 84 килограмма. Напомню, что в среднем весе он чемпион Fight Nights, до сих пор по правилам ММА. Ну а в кикбоксинге в последнее время успел досрочно завершить поединки сразу против нескольких крепких ребят, в том числе и против Карвали, бывшего чемпиона Беллатор, правда, бывшего чемпиона Беллатор по ММА, а здесь они бились по правилам кика. Ну и безусловный фаворит, конечно, в этом противостоянии. Минеев, я очень серьезный фаворит. Ну что ж, посмотрим, насколько оправданы были котировки перед этим боем. Первый раунд у нас, первая минута пока. Все очень осторожно, хороший сейчас. Лу запускал Владимир. Константин Глухов очень много чего прошел в своей карьере, но еще раз, ему все-таки 44 года. Он очень крепок у него, голова крепкая. Пробить Константина Глухова не так-то просто. Но мы видим, что никуда не торопится Владимир Минеев, так пока пристреливается. Пытается пробить фронткидный корпус. Преимущество в скорости пока на стороне Минеева это бросается в глаза. Ну и было бы странно, наверное, если бы этого преимущества, учитывая все-таки разницу в росте, в возрасте, не было. Глухов в основном выжидает пока. Пошустрее Владимир Минеев. Колюш, я оговорился чуть ранее, давайте посмотрим на разницу в росте. Она в пользу Константина Глухова. Но, я думаю, несущественно это. Многое работают ногами Минеев. Пронкинки по корпусу сбускаются кинт. На руках никто не торопится особо разряжаться. Не хотят они очень сильно уж сближаться друг с другом, судя по всему. Показал Владимир Минеев, что ему нравится, что говорят с трибуны. Попросил, наверное, даже еще чуть больше его подбодрить, поддержать. И рефери, кстати, недоволен действиями бойцов. Ему кажется, что нужно чуть активнее проводить атаки. Их явно должно быть больше. И после этого втыкает буквально свой фронт-кик Владимир Минеев. Почти прошел уже первый раунд. В основном ногами работают. Вот разлев пуглипу Владимир Минеев с разножки. Ну что ж, первый раунд, скорее всего, забрал Владимир Минеев. С минимального преимущества перестреляв соперника. Поактивнее поработал. У нас впереди еще четыре раунда. Чтобы сделать все уж выводы. Самое интересное мы еще увидим с вами. Второй только начался. Как будто чуть агрессивнее стал Владимир Минеев наступать. Лоу-кик уже прилетает. Очень мало атак. Вот Константина Блухова. Ух ты! Вот это да! А неудачно для Минеева они друг другу пытались ногой цепануть. Но нокдаума не было. Естественно, он даже улыбался. По-моему, даже посмеялся Владимир Минеев. Но вот как раз под те мои слова, что малая атака от Константина Блухова. Он тот фронт-кик, тот хай-кик выбросил. После этого еще несколько раз. Подступает Владимир Минеев. Тоже выбрасывает хай-кик. Тоже левой ногой. Не очень много ударов руками. Хорошо сейчас Минеев настиг. Ну вот и атака Глухова. Я думаю, что очень многие, кто смотрит поединки Владимира Минеева сейчас, они вспоминают Минеева из 84 килограммов. Конечно, Владимир Минеев, нынешняя его версия чуть медленнее. Но и встречаться ему приходится с людьми, которые не так быстрее, как те, с кем он бился в среднем весе, выступая по правилам ММА. А все равно преимущественная скорость у него и здесь есть. Как мы можем наблюдать. Но пока никто не рискует. Довольно осторожно ведут поединок спортсмены. Не форсируют события. Второй рамп потихонечку подходит к концу. Финальная минута его. Но даже если мы посмотрим предыдущие бои Владимира Минеева по кикбоксингу и против Карвалия, и против Родригеса, оба этих поединков он выиграл досрочно. И там он тоже не форсировал сразу. Включался постепенно. О, хорошо. Сначала справа в голову пытался, потом сейчас правой по опорной ноге зарядил. Да, и явно есть проблемы с ногой после этого удара у Константина Глухова. Считанные секунды конца второго раунда. Бэкхест не прокатил у Минеева сейчас. Успел уйти Глухов. Здесь на трибуну скандирует Минеев в поддержку Владимира. Вот сейчас справа руки Константин Глухов зацепил. Три раунда у нас еще остается из пяти. И третий начался прямо сейчас. Пожимает Владимир Минеев, но уже по традиции. А Константин Глухов немножко жмется к канатам, пропускает сейчас в корпус с разворота. Улыбается по-прежнему Владимир. Я так кайфует он от возможности все-таки провести наконец-то первый профессиональный поединок в родном городе. Не достает сейчас. И идет вперед по-настоящему Минеев сейчас. Вот включился после как раз того самого промаха, о котором я говорил. Ахалет там был в прыжке. В целом посмотрим, добавит ли еще в агрессию Минеев. Опять точно так же, когда остался Глухов на одной ноге, пытался второго высечь. Владимир только что. Очень жесткие лоу-кики, конечно, запускает Константин Глухов. В поздних раундах это может аутнуться. Мы видели, что и в предыдущем раунде он так начал ногу прятать. И вот здесь сразу видно, что прилетело серьезно. По-прежнему не форсирует Владимир Минеев. Да, есть ощущение, что чуть-чуть с каждым раундом он прибавляет, но вот в том-то и дело, что совсем чуть-чуть. Очень хорошо дистанцию Владимир держит. Просто не дает Константину Глухову пространства для того, чтобы тот мог поработать на удобной дистанции для себя. С разворотов причесал очень хорошо Минеев. Ну, к слову о том, что очень крепок Константин Глухов. До этого мы видели в предыдущем раунде, как правый хоккей прилетел. Причем он миновал блок и неплохо зашел, но Глухов выдержал этот удар. Очень важно, наверное, для Константина не зажиматься канатом вот так, как было 10 секунд назад. Именно поэтому он поспешил все-таки выйти на простор. Отходит Минеев, хотел с юзаперкотом цепануть Глухов. Пытается дать отпор через колено от Минеева. Да, я думаю, что если бы не остановил вот эту атаку Владимир Минеев, то мог иногда он там случится. Корпус попытался прощупать. Тут идет вперед Владимир. Мне показалось, что куда-то в район пах этот удар прилетел. Может быть, даже Константин Глухов апеллировал к рефери, но не совсем было понятно. Мне вроде все-таки повыше было, но благо. Бой продолжается без каких-либо эксцессов. Заключительная секунда третьего раунда. И вот здесь опять, да. С фронт-кика на бэкфест уже не в первый раз. В каждом перерыве мы видим, как серьезно работают угловые. И с Глуховым, и с Владимиром Минеевым что-то подсказывают. Но вот нет ощущения, что Константин Глухов может выиграть этот поединок по очкам. Что бы здесь ни происходило. Владимир Минеев уверенно забрал все три раунда, которые мы видели до этого. И, скорее всего, дальше будет только прибавлять. Выдержит ли Глухов? Хороший бэкфест, причем уже не впервые выбрасывает его Владимир Минеев. И вот я помню два хороших попадания как раз вот этим бэкфестом. Очень вовремя, причем отвлекая внимание ударом ногой, Владимир Минеев этот удар доводит. И еще справа попадая в скорости, мы и в первом раунде начали это отмечать. Преимущество очень существенное у Владимира. Вот здесь едва не разменялись. Попытался поймать соперника на атаке не вовремя Константин Глухов. Подступает, Минеев подступает. Вот атак не так много. Пару лоу-киков сейчас. Лоу-кик, лоу-кик разменялись. Опять Бэкфест, но здесь лишь прочертил. Улыбается Минеев после удара. Я не удивлюсь, если одним из вот таких лоу-киков все-таки оформит нокдалл. Как минимум нокдалл Владимир Минеев, потому что очень опасно они летят. Половина четвертого раунда позади. Размахнулся Владимир Минеев. Главное, чтобы не оступился. Потому что серьезно можно подвернуть ногу. Не хотелось бы. Оборону очень здорово держит Константин Глухов. Когда надо, уходит в сторону. Когда нужно, перекрывается. Даже несколько раз и повис на соперниках клинче. Пока все ведет к тому, что Владимир Минеев победит. Решением судьи. Осторожно, по чуть-чуть перерабатывает в каждом раунде Константина Глухова. Запустил Глухов. Выдержал этот удар. Сейчас подсказали Константину Глухову, что нужно отвечать. Вот в тот момент, как раз, когда зажался он у канатов и пропустил вот эту двойку. И снова рухнул, наносил Владимир Минеев, как это было, по-моему, во втором раунде. Вот опять остался на двойной ноге Глухов. И тут же Минеев контрит этот момент. И пытается оставить вторую ногу. Заставь, точнее, вторую ногу врасплох. Подходит Минеев. Замахнулся, но не успел ударить. Ульяновск, дайте шуму! Дает шуму Ульяновск. И надо. Теперь, что Владимир Минеев с Константином Глуховым дали шум. Меньше трех минут у них. И Владимир, посмотрите, тут же насыпает буквально удары ногами. По-моему, темп еще возрос немножко. Но силу уже можно не оставлять, поскольку три минуты до конца всего поединка. Здесь уже все решится. Конец уже близко. И, естественно, Минеев прикарманивает бой. Так что, если рисковать, наверное, здесь это больше нужно Глухову. Закидывает двойку Константин Глухов. Чуть ли не первую вообще для него двойку в этом поединке. И рванул вперед Владимир Минеев. Довольно опасная атака. А прорвался. Накидал, закончил коленом. Обмен джебами. Тяжело. Видно, что тяжело таскать на себе всю эту массу Владимиру Минееву. И, наверное, это не было настолько очевидно в его предыдущих боях, поскольку они заканчивались раньше. Ух ты! Попадает все-таки этим бэкфистом Владимир Минеев. Константин Глухов принимает и показывает, что этого мало, чтобы он упал. Жесткая сечка такая открылась у Глухова на лбу. Кровь сочится рекой. Да, надеюсь, что это не будет причиной остановки поединка. Полторы минуты до конца уже. Вряд ли. Это на что-то повлияет. Забрасывает хайкик. Константин Глухов. Но не очень удачно. Хотя вот левые боковые в корпус несколько раз уже в этом поединке у Константина проходили. Пытается еще поддавить Владимир Минеев. В стиле Александра Шлеменко он сегодня набрасывает бэкфисты. Чуть больше минуты до конца. Да, заливает лицо кровь. Неприятная сечка на лбу Константина Глухова. Рефери вмешивается. Потерялся немного Владимир Минеев. Даже не видел, где соперник находится. Человек из Сирии. От Константина сдвоенный джеб. Все с этого началось. Вкладывается Владимир Минеев. Вот здесь уже очень серьезно Глухов. Ловит его ногу. Да, не отпускал до последнего ногу соперника Константин Глухов. Есть ощущение, что все-таки не будет доволен Владимир Минеев, если поединок завершится судейским решением. Он очень хочет нокаут. Но вряд ли в оставшихся 30 секунд он успеет. Слишком мало времени. Давай посмотрим. Запускал высоко ногу Глухов. Не попал. Но здесь Минеев зажал все-таки. Пытается разрядиться под конец под гонку уже. 15 секунд. Отбивается Константин Глухов. Мимо. Фирменный жест от Константина. Ух, Минеев с разворота. Попадает дважды Минеев сейчас. Глухов отвечает. Аж в прыжки уже пытался в конце Глухов что-то добавить, но уже было слишком поздно. Итак, по завершении пятираундового боя все пять судей одинаково оценили этот поединок 50-45. Таким образом, единогласным решением победу одержал Фатимир Болшанин Минькейл! Фатимир Болшанин Минькейл! Фатимир Болшанин Минькейл! Продолжение следует...